Друзья мои, всем огромный привет! Всем здравствуйте! Меня зовут Таня и я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. Смотрю на микрофончик запах-запах. Запись пошла, запах пошел тоже. Друзья мои, сегодня будет видео мною очень сильно долгожданное. Я очень надеюсь и вами тоже. Это видео про мои пустые флаконы, ароматы, которые у меня закончились. Но у меня, конечно же, не только флакон, флаконцы, флаконищи закончились, но очень много отливантов и вот различных таких вот малюток, фиолог, видите, гремят. Вот, и тоже хотят в кадр. Но я, честно говоря, не хочу сегодня вам их показывать, потому что видео будет километровое, ну и я сама, честно говоря, не смогу все охватить. Вот, давайте-ка я сделаю так. Сегодня я вам покажу свои полноразмерные флаконы, которые у меня закончились. А свои фиолки, миниатюрки от Ливантики соединю с видео про пустые баночки косметические. Вот будут пустые баночки косметические и ароматики в миниатюрах, которые закончились. Короче, вы поняли, да, сегодня говорим про полноразмерные флаконы, которые я сама лично испила, испила, истратила без всяких распивов, дележек и вот этого вот всего. Так, микрофончик. Главное, чтобы мои мухи там были видны и микрофончику не мешали. Я сегодня в такой кофте. Это даже не кофта, а бомбер. Вот посмотрите. Это бомбер. Российские дизайнеры в магазине Калина, по-моему, я его нашла. Это органза. Такая вот кофточка очень прикольная. Мне кажется, мне как блондинке сейчас черный цвет очень идет. Все. Погнали. Первый аромат, который у меня закончился, это Шанель Шанс. Шанель Шанс Оригинал. Первая версия Оде Парфюм. 100 миллилитров. Вот такая вот бадьяшечка. Это перец, пачули и ирис. Это самый строгий аромат в моей коллекции был. К сожалению, я уже скучаю. Понимаете, я на него смотрю, мне уже плохо. Я уже хочу скорее еще один такой флакончик. Ну да ладно. Это самый строгий аромат в моей коллекции. Это аромат я носила осенью, я носила зимой. И, собственно, этой осенью я его и закончила. И любилось мне носить его под какие-то строгие вещи. Вот знаете, вот осенью, под тренчик. Все это очень красиво носилось и сочеталось. Здесь, кстати, в базе должна быть еще где-то ваниль. Но я ванили никакого не чувствую, не слышу. Аромат для работающих дам. Как мне кажется, потому что он очень действительно строгий, деловой. Если вы работающая дама, если вам нужен аромат в офис, если вам нужно решать кучу проблем и горы дел просто вот так вот откидывать от себя, как орехи, знаете, щелкать, и вам нужны стальные яйца, то вот сюда подходим и пробуем. Реально какой-то мужской стальной стержень здесь есть, который ты вот эту уверенность на себя можешь прямо надеть. Но чтобы не стать там, знаете, полноразмерным большим драконом на работе, здесь также есть некая мягкость в виде ириса и пудровости, которые смягчают этот аромат, не превращая вас, собственно, в дракона. Очень нравится. Уже хочу еще, потому что вот реально смотрю на него, и мне грустно, что я с ним прощаюсь. Очень-очень классный, деловой, строгий Шанель. Следующий аромат – это будет Армани Витивер Дивер. Вот пустышка моя красивая. У меня здесь 50 мл. На самом деле флакончик кажется таким маленьким, как будто здесь не 50, а 20 мл, но на самом деле полтинничек. Крышечка в виде черного камушка и абсолютно прозрачный, такой вот прямоугольный, красивый, минималистичный, как мне кажется, флакончик. Флакон мне правда очень нравится. Кажется простым, но изящным. Это аромат про грифрутовый витивер. Как мне кажется, на мой нос есть два вида витивера мне известных. Это такой, знаете, старый, пыльный, горький, какой-то, не знаю, старческий витивер. И витивер грифрутовый, цитрусовый, сочный, молодой что ли. Вот какой-то такой прям классный грифрутовый витивер. Вот здесь вот, кстати, второй вариант. Казалось бы, ну что вот тут такого, да? Просто цитрусы и витивер. Но каким-то волшебным образом этот аромат пахнет дождем. Этот аромат пахнет водопадом. Огромным водопадом в тропиках. Все воды мира собраны в этом аромате. Но он очень красивый. Он природно красивый. Этот аромат унисекс, но без всяких там уклонов в мужскую сторону. Это 100% без всяких пенок для бритья, пенострегательных, вот этих дел нет. Это действительно вот какое-то оно. Оно в парфюмерии. Унисекс аромат очень стильный, сдержанный, элегантный. Я носила его весной, он у меня появился, и носила его поздней весной и летом. И это было очень классно, потому что грейпфруту насвежало, ветивер давал такую вот характерность аромату. И все в нем классно. Действительно, это самый стильный аромат в моей коллекции. И опять же, был, и я бы с удовольствием купила бы сотку, если бы не то, что этот аромат поливашка. Он не стойкий совершенно, стойкость у этого аромата час. Я им обливалась, серьезно, я принимала с ним душ, и за полтора месяца я его израсходовала. Представляете себе, 50 миллилитров за полтора месяца, потому что он поливашка. Вот если бы не это, стояла бы у меня сейчас соточка на подходе. Следующий аромат, мне сейчас будет очень сложно, я уже знаю. Грис Диор, вот такая вот коробочка идет в комплекте. Все очень красиво, элегантно, изысканно. Вот такой вот, такая вот пустышечка у меня. Грис Диор. Я очень долго оттягивала видео про пустые баночки, потому что все ароматы, которые я сегодня вам показываю, еще покажу, они все мной очень любимы. Говорить о любимом очень сложно, потому что, ну вот ты любишь что-то, да, и ты как бы любишь это, и все. Невозможно объяснить, почему, как, зачем. Просто любишь и все. А когда ты что-то не любишь, то объяснить, почему ты это не любишь, мне кажется, намного легче. Можно просто залезть, обмусолить в каждую клеточку, каждую точечку, объяснить, почему тебе что-то не нравится. С любимым, на самом деле, намного все сложнее. Именно поэтому до сих пор я не сняла видео про мои самые любимые ароматы в коллекции, потому что я на них смотрю, я их люблю, а объяснить, почему я их люблю, я не могу. Короче, это какой-то замкнутый круг. Итак, Грис Диор. 40 мл у меня закончилось. Это мой самый любимый аромат из всей бутиковой линейки Кристиан Диор. Я имею доступ к этой марке, езжу иногда в ГУМ, в Корнер Диор, там тестирую ароматы столько, сколько мне надо. Благо, сервис Диор на высоте, и меня никогда никто не дергает, никто над душой, знаете, там не стоит, не предлагает там, что ни попадя, не отвлекает. Ну, короче, тестирую столько, сколько мне надо, без всяких проблем. Грис Диор – это аромат, посвященный серому цвету, любимому цвету маэстро Диора. И, кстати, цвет жидкости у него такой красивый, лиловый, фиолетово-лиловый, очень такой манящий. Короче, девочки, мои дорогие, когда я начну уже рассказывать про аромат, это шипр. Бергамот, роза, почули, мох – все. Это шипр классический. Но по-любому, вот по-любому, пирамида на самом деле более богатая, чем нам о ней рассказывают. По-любому есть какие-то еще 10 нот, которые существуют в этой пирамиде, которые от нас скрыли. Потому что я люблю шипры, вы знаете, я люблю шипры разные, и пирамиды у всех якобы там одинаковые, но этот шипр разительно отличается от всего того, что я пробовала раньше. Это, я не знаю, как объяснить девочке, мои дорогие, чем это пахнет. Это просто магия во флаконе. Так пахнет магия. Это женская сила, это женская хрупкость, это просто женственность, это женщина во флаконе. Вы можете смеяться, я не знаю, вы можете крутить у виска, вы можете отписаться от меня, но я серьезно думаю, что так пахнет женская сила. Вот женская магия во флаконе, вот она вот здесь. Я очень долго думала, как же сформулировать, но это все очень глупо звучит, но как есть. Это мне пахнет такими конфетками-карамелечками, мон пассиэ, и острым, как лезвие мухом. Это вот женская магия такая, знаете, мягкая, аккуратная, но коварная. Это вот мон пассиэ, конфеточки сладкие, и острый дубовый мох, как лезвие. Мой самый любимый шипор на парфюмерной планете. Конечно же, после того, как у меня закончился этот, я сходила и купила флакончик, кстати, про жидкость лиловую, очень красивая, правда же, посмотрите, такая необычная. Где вы еще такое видели? Ну я, по крайней мере, нигде. Ну вот такие вот два брата-акробата, этому я говорю до свидания. Это было прекрасно, кстати, аромат на любой сезон. Я носила его круглогодично. Это женская магия во флаконе, мое женское оружие. Вот, спасибо Виктории. Викулечка, спасибо тебе за это знакомство. Я тебе очень благодарна, потому что это действительно одно из моих парфюмерных я. Так, девочки, закидываем виноградику, и давайте поговорим про что-то более приземленное. Вот такие вот слезы, единорожьи, да, сгущеночные слезы у меня там на дне остались. Это Суд Пацифик Кумптуа, Суд Пацифик Матин Калин, или Матан Калан. Как там уж, хуноус, короче. Это аромат, давайте по нотам. Это молоко, сахар, ваниль и сандал. Это моя баночка сгущенки, прямиком из детства, в формате 30 мл. Когда я с ним впервые познакомилась, я снимала шоппинг-влог для вас. Знакомилась с маркой вообще в целом Суд Пацифик, и там, ну, что-то тестировала, что-то снимала. И потом, когда дело дошло до вот этого аромата, я такая взяла его, вдохнула, блин, глаза закрыла, и стояла вот так вот, не шевелясь, с закрытыми глазами, минут 20. Это было очень странно со стороны, наверное, потому что, ну, блин, кто так делает. Я поняла, что, знаете, вот когда ты в своей жизни что-то встречаешь такое, около чего или около кого можно вот просто стоять, вот так вот не двигаться и получать кайф, это однозначно твое. Судя по всему, это однозначно твое. Друзья мои, ну что могу сказать? Это моя маленькая машина времени. Когда я его наношу на себя, я снова девочка, 10 лет, мне 10 лет, я дома, мама печет блинчики, я их поливаю сгущеночкой из жестяной банки, я дома, все хорошо и спокойно. Этот аромат мне молниеносно дарит ощущение уюта, добра, тепла, гармонии и спокойствия. Это невероятно как аромат, что они с нами делают, конечно. Это супер натуралистичная сгущенка, это супер гурманский аромат, это супер сладкий, прям сладющий аромат, очень необычный. Я понимаю, что они для всех подходят, пахнут сгущенкой, но вот эти вот две слезы, я вот не знаю, сохраню я их или все-таки на один раз использую. Но это очень классно, это вот мини-машина времени. Так, ну и последний аромат, который я вам сегодня покажу. Вот вы наверняка уже догадались, да, что это будет, потому что я и без этого аромата просто не я, да. Давайте вот вы сейчас поставите на паузу и напишите мне, какой у меня закончился аромат. Вот какой. Давайте ставьте, потому что, ну, другого не может быть. Я уверена, вы все отгадали правильно. Ну, конечно же, блин, конечно же, это Coco Mademoiselle. У меня будет сегодня две версии, это Le Privé, дымка для ночи, укушайте, маркетологи, и туалетная водичка. Покажу вам флакончик 100 мл Coco Mademoiselle Le Privé. Вот там, видите, уже невозможно выпшикать это наружу никак. Очень красивый, лаконичный флакончик. Вот простота, да, она гениальна. Простой, лаконичный, элегантный. Мне вот, когда я на него смотрю, мне кажется, вообще весь шик собран в этом флаконе, да, вот в этой форме флакона. Когда он был полный, вот эта вот жидкость аромата такая персиковая, это смотрелось, как будто бы аромат, знаете, заледенел. Он покрылся тонким слоем льда. Да, боже, это было просто улетно, это было очень красиво. Ну, в любом случае, это даже сейчас красиво. Это Le Privé, а это у меня туалетная водичка 20 мл. Я ношу в сумочке вот такой вот формат. Вот такая вот бутылочка, вставляю его в Twist & Spray и ношу с собой в сумочке. Опять пирамида банальнейшая. Это бергамот, это роза жасмин и почули. Все. Но на самом деле, по факту, это такой фейерверк. Это просто, это столько нот здесь на самом деле. Я чувствую здесь и барбаристские конфетки. Я чувствую здесь личи, я чувствую здесь сладкие цитрусы. Прекрасная база из аккуратных, аккуратных, колюченьких чуть-чуть. Почулик. Вот, например, парфюмерную воду она у меня была, сносила флакон. Но я поняла, что нет, в парфюмерной воде, по-моему, даже заявлен мох, и она у меня очень острая колка. Я не могу ей обливаться, потому что она меня душит вот своей колючестью. Здесь же, ну, это была просто благодать. Я использовала утром, принимала душ из этого аромата. После душа, когда там крема, косметика, вот это вот все поднимало мне настроение. Я вот обливалась им, и реально не было счастливее человека в этот момент. Туалетную воду я носила на день, и это было тоже очень женственно, и красиво. И я понимала, что этот аромат, он на любой день, он ежедневный, ежедневная рабочая лошадка. И на прогулку, и на встречу с друзьями, и погулять с ребенком, и на работу, и на какую-то важную встречу. Всегда этот аромат будет уместен, и будет вас украшать. Бывают ароматы, которые вот я тоже очень люблю, например, вот Косомарати, Дольче Амальфи. Но он красивый. Красивый, безусловно, он классный, и я с удовольствием его ношу. Но я могу от него устать. То есть каждый день, ежедневно, в течение месяца я не могу носить этот аромат, потому что он, ну там такая мощь, что это капец. А здесь я не помню дня, чтобы я от него там как-то устала, или он мне там надоел, или что-то там мне мешает, или я считаю, что он неуместный, ну что за бред. Это самый уместный ароматик вообще на все случаи жизни. Прекрасные конфетки барбариски, прекрасные цитрусы, прекрасные личи, и немножечко, совсем чуть-чуть, вот база почулик. Аккуратных, аккуратно колких. Идеальное сочетание. Ну я обожаю. Ну что тут сказать. Ну реально 100 миллилитров, 20 миллилитров, 120 миллилитров сносила. Что уж тут, ну понятно, что любовь любовная. Итого, друзья мои, итого, 340 миллилитров. Огромные бадьяшеньки. Да, вот, капец, просто 340 миллилитров убыло из моего парфюмерного шкафа. И вот эти вот флакончики отправятся. Я сейчас вам расскажу куда. Я недавно в Молекуле покупала аромат. Молекула, это такой парфюмерный магазин. Я не знаю, есть ли он у вас в городе. В Сочи он есть, в Москве есть целая сеть штучек, 6-7 магазинов по Москве. И я, короче, это не реклама, это вот опыт из моей жизни. Я недавно покупала там аромат, зонтик для двоих. И мне сказали, что в следующий раз, если у вас вдруг есть пустой флакон духов, любых, не обязательно, чтобы вы покупали эти духи именно в Молекуле, вы их приносите в Молекулу, и вам делают скидку 20% на весь ассортимент, на любой дух. На любые дужки. 20%. Предложение действует, мне оно очень понравилось, я решила вам о нем рассказать. Я обязательно воспользуюсь. 20% скидка как бы на полу нигде не валяется. Очень хорошая вещь. Вот туда и пойдут мои флакончики. Друзья мои, ну и на этом, наверное, все. Спасибо вам огромное, что досмотрели до конца. Спасибо вам за ваши лайки. Спасибо вам за ваши комментарии, которые я от вас очень-очень-очень сильно жду. Напишите, какие у вас ароматы закончились. Может быть, вы знаете какие-то из этих ароматов. Напишите свое мнение о них. Мне будет очень интересно почитать. Я на них смотрю на свои флакончики эти и думаю, что, господи, ну как я без вас, моих родных. Как я столько вообще впечатлений, столько ситуаций жизненных было связано с теми или иными ароматами, что, ну вообще. Все, друзья мои, на этой печально веселой ноте я с вами потихонечку прощаюсь, как обычно. Как обычно, жду лайки, комментарии, все внизу. Обязательно пишите. Ваша обратная связь мне как бальзам на душу. На душу, на душу. Короче, пошла есть виноградик. Всем вам желаю хорошего окончания осени. Скоро нас припороши. Так все, друзья мои, всем огромное спасибо за внимание. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok